Безымянный высоте Твердый, двадцать четвертый Разница в век Но задача одна Сорок четвертый, двадцать четвертый Взрывы и снова война Пролетели года Открыли мои От болений, отмаялись Раны твои Но в далеком мужестве Верность храня Ты стоишь и молчишь У святого огня Ты же выжил, солдат Хоть сто раз умирал Хоть трудей хоронил И хоть на смерть стоял Почему же ты за ним На сердце водой А в глазах Как в ручьях Анферназирской огонь Говорят, что не плачет солдат 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 Он солдат И что старые раны К ненасти и полях Но вчера было солнце И солнце с утра Что ж ты плачешь, солдат У святого костра Ты же выжил, солдат Хоть сто раз умирал Хоть друзей хоронил И хоть на смерть стоял Почему же ты за ним На сердце водой А в глазах Как в ручьях Отразился огонь Кто смотришь, солдат Это юность твоя У солдатской могилы Стоят сыновья Так о чем же ты думаешь Старый солдат Или сердце горит Или раны болят Ты же выжил, солдат Он сто раз умирал Хоть друзей хоронил И хоть на смерть стоял Почему же ты за ним На сердце водой А в глазах Как в ручьях Отразился огонь Пролетели годы Откремели бои От болели Отмаялись Раны твои Но далекому бушисту Верность храня Ты стоишь И молчишь У святого огня Общ篇 Как жили мы борясь И смерти не боясь Как и отыжить Тебе и вне В небесной пышня И в горной тишне В морской волне Их ярос в огне Как жили мы борясь И смерти не боясь Как и отыжить Тебе и вне В небесной бишня и в горной тишине, В морской волне и в яростном огне, И в яростном огне. И если ты со мной, мой друг, согласен, До края жизни с песней удойди, Как жили мы, борясь и смерти не боясь, Так и отныне жить тебе и мне. В небесной бишня и в горной тишине, В морской волне и в яростном огне, Как жили мы, борясь и смерти не боясь, Так и отныне жить тебе и мне. В небесной бишня и в горной тишине, В морской волне и в яростном огне, И в яростном огне. Дорогие ветераны, уважаемые жители городского округа Долгопрудный, поздравляю вас с Днем Победы! Ура! 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 79 лет назад был разгромлен немецкий фашизм. Остановлена машина уничтожения целых народов в нашей стране. И всей Европе был возвращен мир. Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Гитлер бросил на Восточный фронт три четверти своих войск с одной лишь целью. Испепелить нашу страну. Но фашисты встретили сопротивление беспримерное по мужеству и силе. Оборона Москвы и Ленинграда. Сталинградская битва. Курская дуга. Это не просто этапы той войны. Это кровь и слезы, горечь поражений и радость побед, ранения и гибель боевых товарищей. Время имеет огромную власть. Но оно не подвластно памяти. Наши ветераны спасли не только нашу страну. Они спасли мир от фашизма. Четыре года преодолевая тяжесть упорных и ожесточенных боев лишения. Изнурительный труд тылу. Советская армия шла к долгожданной победе. Самой героической победе 20 века. Победе, спасшей мир и страну от фашизма. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах. Женщин, заменивших мужчин на заводах. Детей, прошедших через немыслимые для их возраста испытания. Все они герои войны. Достойно и мужественно воевали жители Долгопрудного. Они отважно сражались, прикрывая подступы к Москве, к Ленинграду. Защищали Сталинград. Громили врага под Курском, Минском. Освобождали Будапешт, Венгрию, Прагу и Берлин. А потом, огромным трудом поднимая страну из руин, в лучших традициях российского воинства наши бойцы отстаивают интересы в ходе СВО. Дорогие ветераны. Дорогие наши победители. На вашу долю, на долю ваших боевых товарищей выпали суровые испытания. Пройдя через боль утрат, кровь и страдания выстояли и победили. Ваши дети и внуки, нынешнее и будущее поколение всегда будут гордиться вами. Вашим духовным величием, высокой нравственной силы, самоотверженной преданностью своему народу, своей Родине. Дорогие ветераны, низкий вам поклон, здоровья вам, с праздником, с Днем Победы! Слава народу-победителю! Слава России! Ура! С Днем Победы! Ура! 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 Уважаемые долгопрудницы, дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Для каждой семьи, для всего нашего народа, 9 мая – священная и памятная дата. 79 лет назад, в далеком 1945 году, закончилась Великая Отечественная война. И началась новая мирная жизнь, за которую мы говорим спасибо нашим ветеранам, всему поколению победителей, которые чтим и которым гордимся. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла. Кто остановил и разгромил врага. Кто ковал победу в тылу и восстанавливал страну в послевоенные годы. Наш долг – сохранить память о подвиге советского народа. О 28 миллионах наших соотечественников. Кто не вернулся с войны. Кто стоял насмерть во имя жизни. Это особенно важно сегодня, когда блок НАТО напрямую угрожает нашей стране, размещает свои войска у наших границ и всерьез готовится к потенциальному конфликту. Когда США и страны Запада поставляют дальнобойное вооружение киевскому режиму, которым они пытаются отстреливать нашу территорию. Когда используются любые грязные способы и методы, в том числе бесчеловечные террористические акты, чтобы запугать мирных людей, посеять страх, внести раскол в наше общество. Но, как всегда бывало в прошлом, российские люди, следуя примеру своих предков, в подвигу советского народа вновь встали на защиту Отечества, своих семей, близких, друзей и храбро сражаются с врагом, отстаивая интересы Родины и восстанавливая историческую справедливость. И пусть в нас крепнет уверенность, что наше дело правое, победа будет за нами. С праздником! С Днем Победы! С Днем Победы! Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! С Днем Победы! Этим пасхальным приветствием я не случайно обращаюсь к вам в силу того, что мы литургически ровно переживаем то же время, что в далеком или близком для нас в 45-м году. Точно так же, как и тогда, и сегодня, Пасха пришлась на Светлую Седмицу, а именно на память великомученика и победоносца Георгия 6 мая, а подписание акта капитуляции, как мы знаем, было 9 мая. И именно та же пасхальная радость разделяла и объединяла людей в эти святые дни. Это была воистину радость со слезами на глазах, но в то же время радость и о воскресшем Спасителе, и радость о воскресшем нашем земном Отечестве. Ни один народ мира не отдал на алтарь Победы такое количество своих соотечественников. И среди них, безусловно, был массовый героизм. И мы говорим о том, что победа в Великой Отечественной войне – это чудо Божие, но всякое чудо, безусловно, имеет и своих героев. И на пустом месте оно не могло бы возникнуть. Мы можем с вами представить, что руководило человеком, когда он отдавал свою жизнь за други свои. Какова должна была быть мотивация и какова должна быть любовь к родному Отечеству, чтобы человек отдал свою жизнь за тех людей, которые рядом с ним находятся, когда он отдавал эту жизнь за свободу своего народа, за идентичность нашей Отчизны. И сегодня в церквах пелось молебное пение о даровании Победы в Великой Отечественной войне. И Святейший Патриарх, разрабатывая чин этого молитвословия, руководствовался текстом святителя Филарета Дроздова, который был написан на победу российского оружия над Наполеоном. На самом деле это очень символично, потому что сегодня мы празднуем победу и над Галами, войсками Наполеона, мы празднуем победу и над Поляками, мы празднуем победу и над Татаро-Монголами, мы празднуем победу, конечно же, и над немецкими захватчиками. Это те победы, которые вошли в историю мира, это те победы, которые запечатлены в нашем генетическом коде, это наше сокровище. И, казалось бы, война совсем не детская вещь, и она разрушительна, но в то же самое время мы говорим о том, что война и защита своего Отечества – это и дело святое. Сегодня мы просим и молим о том, чтобы Господь дал нашим соответственникам, которые сегодня населяют нашу Отчизну, дал той крепости, той уверенности, дал той веры, которая была у наших родителей, той веры, которая укрепляла их. И сегодня, сталкиваясь с определенными сложностями, мы были укреплены тем, что руководствовало теми людьми и вело их к великой победе. Христос воскресен! Константин Валерьевич Дорогие ветераны, дорогие друзья, сегодня мы отмечаем 79-ю годовщину победы Великой Отечественной войны, одновременно день великой славы нашего советского народа, который победил в этой войне. От лица коллектива нашего прославленного соединения имени участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, генерала Тянта Кирпикова, хочу сказать, что сделаем все, чтобы не допустить подобного впредь. С праздником! С Днем Победы! Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Петрович Дроздов Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего славного города, дорогие школьники, участищи, погода нас сегодня испытывает на прочность, но мы-то знаем, что мы сегодня это выдержим, выставим, и мы знаем, что гораздо труднее было выставить во всех отношениях участникам Великой Отечественной войны, и они выдержали, и мы победили. Очень приятно видеть сегодня здесь столько собравшихся народу. Конечно, мы сегодня в первую очередь вспоминаем участников фронтовиков Великой Отечественной войны, которые шли навстречу смерти, выполнили поставленные задачи и в 45-м подняли знамя Победы над Рейхстагом, которые, кстати, и сегодня в видео прислали, сегодня вновь над Рейхстагом олеет знамя Победы в Германии. Это очень здорово и символично. В нашем городе на сегодняшний день осталось в живых 6 участников фронтовиков той войны. Самому младшему из них 97, самому старшему 1 июня этого года будем отмечать 100 лет. Это Умиренков Александр Егорович, участник Курской битвы, освобождения Белоруссии, Прибалтики и закончил войну в Кенигсберге. Давайте поаплодируем! Участникам Великой Отечественной войны Трудовой фронт, они вместе одержали эту победу. У нас побольше их, 240. Но им тоже за 90 лет. И они свой вклад несли, несравненно, тоже большой. Давайте им поаплодируем! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня поздравляем мы всех тех, кто носит военную форму, погоны. Это, конечно, полиция, прокуратура, сотрудники МЧС, и, конечно, наши военнослужащие. Вот очень приятно каждые вот последние годы у нас принимает участие 4-я дивизия ПВО. Она стоит по защите нашего мирного неба и выполняет эти задачи успешно. Давайте им отдельно поаплодируем! Огромное вам спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Обращаюсь молодежи к школьникам. Это вы, наше подрастающее поколение, которое сменит нас. Это вам стоять на передовых рубежах очень скоро. А пока желаю вам хорошо учиться, беречь здоровье. И, конечно, мы не сомневаемся, что вы будете достойной смены наших воинов-победителей. С праздником вам! С Днем Победы! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! И сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чьи жизни отняла война. Объявляется минута молчания. С Днем Победы! С Днем Победы! Субтитры делал DimaTorzok Козину цветов возлагают глава городского округа Долгопрудный Владислав Юрьевич Юдин и ветеран Сергей Павлович Литвинов Козину цветов возлагают председатель совета депутатов городского округа Долгопрудный Балабанов Дмитрий Викторович и депутат совета Крылов Василий Владимирович Козину цветов возлагают председатель совета ветеранов Владимир Петрович Дроздов и волонтер победы Мария Сазонова Козину цветов возлагают председатель совета депутатов городского округа Долгопрудного Дроповедского округа Донбасс Козину цветов возлагают председатель света Долгопрудный Балабанов Александр Соборкин Цветы возлагают прокурор города Долгопрудного, советник юстиции Дмитрий Валерьевич Холоденко, Станислав Александрович Новиков, член городского отделения областной ветеранской организации прокуратуры Станислав Станиславович Малов и сотрудники прокуратуры. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Корзину цветов возлагают председатель общественной палаты городского округа Долгопрудный Ахат Набиевич Мамедов и член общественной палаты Ирина Владимировна Нечаева. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА От 6-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы и Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области и отделом обзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Долгопрудный цветы возлагают Юрий Николаевич Игнатьев и Денис Андреевич Борзов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА От образовательных учреждений города цветы возлагают представители школы номер 16. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Возлагается корзина цветов от Московского физико-технического института. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Корзина цветов возлагается от Физико-технического колледжа. Возлагается местное отделение юно-армии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Возлагается публичное акционерное общество СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...